Приветствую вас. Смотрите, у страха есть два основных элемента, которые образуют его природу. Первое это угрозы, опасность и соответственно не умение себя защитить. Второе это забред того, что мы хотим. Бессознательный запрет того, что мы хотим. В первом случае встреча идет о том, что вы, вероятно, боитесь остаться за нас и боитесь на себя положиться. Этим объясняется ваша тревога, то есть игнорирование своих чувств, игнорирование своих реакций, попытка жить по определенным привычкам, по определенным поведенческим схемам, которые не всегда работают или почти никогда не работают. Ну и страх положиться на себя, то есть недоверие себе, недоверие своим чувствам с одной стороны. Страх потерять близких, потому что что тогда будете делать вы. Да, ведь вы без них не можете. Здесь и страх одиночества. Страх одиночества и страх, наверное, не справиться с трудностями. Ну, страх одиночества – это не принятие себя. Я так говорю, вы не принимаете себя, да? Вам тяжело быть не с собой, вероятно. А то, что вы боитесь остаться без близких – это связано, может быть, с тем, что, вот, у вас нет ресурсов справляться со своими проблемами сами, самой. Второй элемент, который хотел бы сказать – это элемент того, что вы не чувствуете себя свободны, того, что ваши близкие, в том числе вы, контролируете себя, подавляете себя. Ну, соответственно, хочется рыбу освободиться, что вы себя запрещаете и что выливаете страх. Соответственно, работа здесь заключается в том, чтобы обнаружить природу страха, проработать ее и изменить ваши модели поведения и отношения к себе самой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует...